Продолжение следует... ...не показывают ничего. Ну, показали на этой неделе. Показали и крутили видео несколько суток. Видео с Херсонской области. Сюжет был, как спасатели украинцы. Украинские спасатели спасают местных жителей. МЧС тогда, да? МЧС. Причем это видео показали на телеканале Рада, государственном телеканале. И только через несколько суток вдруг кто-то обратил внимание, что оказывается, это спасатели МЧС России спасают жителей Херсонской области. Конечно, скандал был страшный. До сих пор разбираются. Говорят, что нужно наказать виновных. Поэтому тем, кто дал команду всем вот так, нужно еще мозги иметь. Понимаете? Даже если ты работаешь в пропаганде, посмотри сначала. А то тырят российские видео, да? И мало того пока... А может быть наоборот. Может быть там какой-то смелый человек, который хочет работать у вас в МЕРШе. Уже взял, видите, и показал вот это видео. Может и так быть? Узнаем. Теперь о серьезном. Я хочу посетить свои вот эти несколько минут темы образа будущего. Поскольку достаточно много на прошлой неделе, на этой неделе, а и в Москве были форумы, в Киеве был форум. Он назывался... Сейчас, Василий Дмитриевич, подожди, давай насладимся. Это Архангел спецназа. Отличные ребята, кстати. И вот... Опаньки! И нету леперда. Вот это было? Да. И вот до свидания, леперт. Как горит! Ай-яй-яй-яй-яй! Красиво горит, классически. Как горит, да. Ну, я не военный эксперт. Не буду... Тем более, до меня были уважаемые эксперты, рассказали, все. Выступай. Так вот, об образе будущего. В Киеве проходил форум. Назывался он «Диалогия восстановления Украины». Буквально 9-го числа. А на позапрошлой неделе, 26-го мая, проходил форум «Яценюк Арсений» за свои украденные, честно, деньги. Когда был премьер-министром, организовал форум о безопасности. Куда стянули всех во главе с небезызвестной «Нуланд». Это в Украине проходили, в России, в Москве проходил форум «МИА Россия», да, «Россия сегодня». Проводил форум также общественная организация «Другая Украина». Я, понимаете, на какой мысли я себя поймал, а что, почему и в Украине, и в России проводятся такие форумы? Почему люди задумались, и политики, и эксперты, о том, о какой будущем Украины через какой-то период времени, когда конфликт завершится? Я не говорю, чьей победа, я не знаю, когда он завершится. Но люди начинают об этом обсуждать. Что бы я хотел сказать, как гражданин Украины, обращаясь к людям, простым людям, я говорю о людях, которые сейчас живут на территории Украины. Им тяжело, они находятся в тяжелейшей ситуации. Мне не интересует будущее Зеленского и все его команды, а вот тех людей меня интересует будущее. Я хочу им сказать просто, призвать их, первое, те, кто носят себе нашивку и надбивку с портретом Бандеры и имеют в голове националистические и нацистские лозунги и идеи, я рекомендую просто уехать. Есть еще время, спокойно, можно определиться, собрать, можно продать то, что... Просто уехать. Второе. Я вот живу здесь, в Москве, я нахожусь сегодня в студии Соловьева, говорю свои мысли, то, что я слышу здесь, в России, в Москве, в простых людях, беседах простых людьми и экспертами. Никто не собирается убивать или уничтожать простых людей в Украине. Да, я слышу два требования. Первое требование – это то, что я уже сказал, никакого Бандеры, никакого национализма, никакого нацизма. А второе. Русский язык, конечно же, будет одним из государственных, либо вторым государственным, либо первым. Третье. Что такое НАТО? Мы не просто должны забыть, мы просто должны в Украине, я опять-таки говорю об украинцах, мы должны понять, что мы никогда не стремились в НАТО. И нас никогда никто не звал в НАТО. И этот форум, который будет вот вскоре, о котором говорят ребята, я говорю еще раз, Зеленский и команда, они уедут. Вот они говорят о форуме, а даже они сейчас уже понимают, и Владимир Владимирович сказал, что завтрашний форум в Париже, где будут встречаться вот эта тройка, лидер, президент Франции, канцлер Германии и президент Польши, они пытаются сделать подмену. Это будет ровно такая же тройка заседать, и они будут говорить ровно то же самое, что подобного рода тройка говорила в Украине Януковичу в 2014 году. Они пытались ему впарить, извините, какую-то бумагу, какие-то гарантии. Чем это завершилось, мы все знаем. И третье, самое последнее. С чего начать нам, украинцам, которые живут в Украине, понимать жизнь, новую жизнь? Я хочу вам просто посоветовать всем, моим землякам, украинцам, вспомнить гимн Украинской Советской Социалистской Республики. Хотя бы две строчки. Там во втором куплете есть такие строчки, две, украинской мовы. Нам завжди у битвах за долю народу був другом и братом русский народ. Вот давайте почнемо думать саме с этого. А далее потихоньку, потихоньку все будет добре. Значит, чтобы у вас все было добре, вам надо не о будущем своем думать, а думать, что вы должны сделать, чтобы у вас это будущее было. Потому что не только история, но и мироустройство пишут победители. Поэтому отсидеться не удастся. Поэтому те украинцы, которые думают о будущем, они сначала с оружием в руках должны это будущее приблизить. А не сидеть в ожидании, что русская армия им все принесет, а дальше они будут типа спасибо, а дальше мы сами. Не, ребята, так не будет. Поэтому извольте деятельным рассказанием, конкретным участием и тяжелой работой отстаивать себе право принимать участие в определении своего будущего. Тогда все разговоры перейдут из категории построения прожектов в категорию совсем другую. Вспоминаю ту же германскую демократическую республику. Там-то к власти пришли реально антифашисты, которые много делали, чтобы победить нацизм. Поэтому от позиции «сделайте нам красиво» переходите в позицию «плечом к плечу». Плечом к плечу. Я же процитировал гимн. Я гимн и говорю. Плечом к плечу. То есть, вот эти все хитрые схемы... Нет. Вот я был там сейчас, да, на Херсонщине. Ну, там отряд имени Судоплатова. Вот это правильно. Это Запорожье у них. Отряд имени Судоплатова. И туда вступают. По всей стране. Вот поэтому создавайте, вставайте, бейтесь рядом. Как Игорь Марков. Не многие знают о его героическом пути. А мы знаем. Человек имеет право на свою точку зрения, потому что он за нее потом и кровью. И заднюю не включал. И вот этого не делал. А шел прямо. Рискуешь своей жизнью. Вот с такими людьми можно строить будущее. А с теми, которые думают, что сейчас придут и сделают красиво, нельзя. С Кириллом. Который любит украинский народ. Сам часть украинского народа. Великий знаток и украинского языка, и украинской культуры. И пострадал за свою честную, выверенную позицию. Поэтому давайте, мы уважаем украинский народ. Мы нацистов и ждунов презираем. Любой национальности и в любом народе. Поздравляю всех с праздником, с Днем России и увидимся во вторник. Так, послушайте, Володя. А это вы подарите. А сейчас еще кое-что случится наверняка. Можно? Нет, вы посмотрите. А у вас же еще киевская дамба. Я... При этом сами киевляне говорят, что она наладан дышит. Мне страшно об этом говорить. Нет, там страшно. Там вопрос не в ударе по ней, что просто ей не занимают. Так я же... Она технически в жутом состоянии. Это в техническом... Так вот, об этом надо бить на БАД, а не рассказывать о том, сколько надо копать окопы и русских убивать. Об этом, потому что это проблема. Это проблема у около миллиона людей, которые проживают сейчас. Они уже испытывают потребность, они испытывают дефицит простого воды. Понимаете? Как в Крыму. Теперь... Несколько лет. Теперь... Наталья Дмитриевич, вы обратите внимание. А Донецк до сих пор? Ну вот вы просто реально посмотрите. Вот ваши подонки, ну, совершили святотатственные преступления против Киевско-Печерской лавры. Конечно. И продолжают совершать. Там же были даны все предсказания. Да. Вы посмотрите, на вашу сторону ведь просто обрушивается кара египетская. Ну, что вас удивляет? Меня... Понимаете, что удивляет? Что даже когда... Вы против Бога пошли. Вы о чем? Да, есть такое. Ну, и... Но это не украинцы. Я же говорю... Василий Дмитриевич, ну, хватит вы думаете. Ну, перестаньте... Перестаньте всех смешивать с этими пи***ми, которые в Зеленской и его компании. Обратите внимание. Причем тут... Причем тут украинцы. В нашей передаче никогда не смешивают всех в одну кучу. Ну, вот поэтому... Василий Дмитриевич, ну, может быть, украинцы возьмут власть в свои руки? Смотрите, когда мы проговариваем даже здесь эти проблемы... Когда я читаю, что и в Киевской области проголосовали за то, что давайте в Киевской области все храмы... То есть запретим... Василий Дмитриевич, так вы же только что говорили, что не надо всех, а выясняется, что у вас большинство как раз служит антихностью. Можно я еще закончу? Василий Дмитриевич, давайте стволом. У нас с вами начинается разговор, описанный в Библии. У них есть сейчас... Но я не могу... Василий Дмитриевич, ради скольких праведников надо спасти Киев? Кто их избирал? Вот я про то же. Поэтому обратитесь в Библию. Когда найдете, приходите. А на этом все. Увидимся в воскресенье. Главное, ребят, сердцем не стареть, Песни, чтоб придумали, до конца допеть. В дальний путь собрались мы, а в этот край таежный Только самолетом можно долететь. А ты, улетающий вдаль самолет, В сердце своем сбереги. Под крылом самолета о чем-то поет В зеленое море тайги. Под крылом самолета о чем-то поет В зеленое море тайги. Летчик над тайгою точный курс найдет. Прямо на поляну посадит самолет, Выйдет в незнакомый мир, ступая по-хозяйски. В общем-то, зеленый молодой народ. А ты, улетающий вдаль самолет, В сердце своем сбереги. Будем жить в поселке, чтобы все богатства взять из-под земли. А ты, улетающий вдаль самолет, В сердце своем сбереги. Под крылом самолета о чем-то поет В зеленое море тайги. Под крылом самолета о чем-то поет В зеленое море тайги. Часа самолеты выше облаков, Часа чуть похожие на больших орлов. Часа над тобой они, а знаешь, дорогая, В леду к нам в таежный несколько часов. А ты, улетающий вдаль самолет, В сердце своем сбереги. Под крылом самолета о чем-то поет В зеленое море тайги. Под крылом самолета о чем-то поет В зеленое море тайги. Под крылом самолета о чем-то поет Корректор А.Кулакова Ирина Олзашкова Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...